В архив Свердловской области сегодня передали очередное дело уральского солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики отряда возвращения нашли его имя в списках братского захоронения в деревне под Псковом, рассказывает Валентина Ермакова. Вот он изобразил себя в каске, да, а здесь он себя вот с трубкой, как связист. Такие вполне жизнерадостные весточки младший командир Александр Шутов отсылал своей семье еще в июне 1941 года, рассказывает его дочь. Но всего через два месяца он сухо пишет, учения закончились, еду на практику. В семье тогда не поняли, что отец имел в виду, а речь шла о тяжелейших боях, которые вела его дивизия против фашистов, чтобы не дать врагу прорваться к Москве. Судя по письмам, мы знали, что отец ехал через Тверскую область, и где-то, очевидно, там были бои. И письма от отца августом месяцем закончились, больше их не было. Связист Шутов пропал без вести. В семье пришла формальная бумага, якобы погиб. Однако ни обстоятельств, ни места смерти в ней указано не было. Почти 70 лет судьба советского воина была покрыта мраком. И вот стало известно, после разгрома 22-й армии фашисты расстреляли Шутова в лагере для военнопленных под Псковом. Выяснили это активисты-поисковики, внимательно изучив архивы Министерства обороны. Архивный поиск, он очень сложный, потому что если разыскивать фронтовую судьбу, зачастую такая судьба разбросана маленькими фрагментами по отдельным архивам. И чтобы сложить их, вот как из осколков складывается какое-нибудь там стекло или зеркало, то здесь точно так же вот этими маленькими фрагментами все по разным архивам. Так и получилось, что из-за ошибок в старых документах Александра Шутова искали в Тверской области, а он оказался в Псковской, в деревне Ушицы. Официальные документы о судьбе отца Людмиле Шутовой передали не без слез на глазах, да и место выбрали подходящее – госпиталь ветеранов войн. Правда, об отце, открывшейся дочери через 70 лет, была и долгожданной, и горькой. Хотя бы узнать, как воевали, что там было, какие операции. И вот, видимо, вот эти документы, они сейчас предоставят более полную картину. Этим летом свердловские поисковики продолжат работать на полях крупнейших сражений Великой Отечественной. Валентина Ромакова, Роман Марьяненко, Андрей Бородин. Информационная программа «День». Екатеринбург.